Девушки отдыхают Шпионка Но при этом я всегда оставалась танцовщицей Мой танец был священной поэмой Где каждый жест Слово Жизнь сталкивала меня С негодяями И с достойными людьми Я защищалась от нападок Использовала тех Кто использовал меня Иногда я теряла Иногда обретала Я не искала славы Богатства И бесчисленных любовников Не стремилась кому-либо причинить боль Или изменить мир Моя жизнь Промелькнула Яркой бабочкой На солнце Всю жизнь я мечтала об одном О любящей семье Хотела быть счастливой женой И матерью Но моей мечте не суждено было сбыться Святой отец Я прошу вас Поторопитесь Попрощайся с братиком Брось ему цветок Ладно Умница, но Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Я прошу вас Не затягивайте Меня ждут дела Как ты можешь Неужели к любовным ты собрался Я не желаю обсуждать с тобой свои планы Соболежная дочь моя Я отправил письмо В Амстердам Обратился с просьбой К сестрам-кармелиткам И сегодня мне доставили ответ Они согласились Приглядеть за нам Чтобы вы Смогли устроиться на работу Благодарю Спасибо, святой отец Мамочка Что, золотка? А почему ты собираешь вещи? Твой братик сейчас с боженькой А нам пора уезжать На кораблике? Верно И мы с тобой Будем счастливы А как же папочка Он с нами не хочет? Ну что ты Конечно хочет Но он сейчас занят Иногда за счастьем Надо ехать в далекие края А он нас найдет? Закрывай глазки И засыпай скорее Уже очень поздно Где ты был? В джентльменском клубе Хотел пойти в бордель Но вспомнил Что у меня есть жена А вот и счастье Но он уснул Вот эта красота Значит она не будет нам мешать? Не трогай Нет Маргарет! Маргарет! Мерзавка! Святой отец! Капитан Маклеуд, а я собирался сегодня к вам зайти. Объясните, где моя жена? Ваша супруга требует развод. Она не вправе требовать. Пусть я по убеждению противник разводов, но ее решение я поддерживаю. Я спрашиваю в последний раз, где моя жена и моя дочь. В данную минуту они уже на борту корабля и направляются в Амстердам. Что вы сказали? Нет. Остановитесь. Капитан Маклеуд, вы убили собственного сына. Как вы посмели? Я любил его. Он был болен. Замолчи! Капитан Маклеуд! Амстердамер! Покупайте Амстердамер! Новый поворот в теле Маклеуда! Великобритания вернет себе номер! Подробности в свежем номере! Покупайте! Новый поворот в теле Маклеудов! Амстердамер! Там про Маклеудов? Я не ослышалась. Все верно. Тогда я куплю. У вас один флорин. Спасибо. Амстердамер! Свежий номер! Нечего можно! Амстердамер � civilian Великобритания of Алквары Маклеуд. А что твой муж? Он подал на развод. Зачем-то он хочет, чтобы… Но он осталось жить с ним. Да кто в своём уме отдаст ребёнка пьянице и гуляке? Это же неслыханно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Регина! Вот ты где прячешься, красавица моя! Пора завтракать. Садись за стол. А ты ручки помыла, моя маленькая принцесса? Доброе утро. Мадам, доброе утро. Полагаю, Маргарет, вам нелегко заботиться о чешом ребёнке, когда вас разлучили с собственным чадом. Да, мадам. Мне так её не хватает. Она милая девочка. Как Регина. Уверена, что завтра суд решит дело в мою пользу, мадам. Маргарет Зелли, возможно, навсегда лишат права воспитывать свою дочь. Решение будет вынесено сегодня, двенадцатого числа. Сегодня? Вы сказали, двенадцатого? Они солгали мне! Поскольку Маргаретта Гертруда Зелли не явилась на слушание, суд вынес решение в пользу отца, Рудольфа Маклеода, и постановил удовлетворить его ходатайство и назначить его единственным опекуном их дочери, Жанны Луизы Маклео. Суд также постановил, что ввиду проявленного неуважения к суду и делу, вышеупомянутая Маргаретта Гертруда Зелли лишается права на апелляцию. Простите. С настоящего момента Маргаретта Зелли лишается права на общение и встречу с дочерью Жанной Луизой Маклео, за исключением оказий, разрешенных её отцом, Рудольфом Маклео. В свою очередь, господин Маклео, как единственный опекун, волен принимать все решения касаемо Жанны Луизы и обязуется воспитать дочь должным образом в отсутствии матери девочки. В помощь господину Маклеоду к Жанне Луизе будет приставлена гувернантка, достопочтенная госпожа Тильда Стратман. Заседание объявляю закрытым. Пойдем. Держись на расстоянии. Как пожелаете. Нам ни к чему переосудят. Разумеется. Пойдем, милая. Смотри, вот она! В сторону! Снимай! Стойте! Туда нельзя! Там заседание! А, господин Маклео… Нон! Нон! Мама! Руди! Скажи, не вздумай! Тебе запрещено с ней разговаривать! Прошу, не забирай ее у меня! Умоляю! Умоляю! Полиция! Она нарушает судебный запрет! Арестуйте ее! Нет! Это противозаконно! Меня обманули! Ты не вправе отнимать у меня дочь! Прошу! Пожалуйста! Семья тебя мало заботила! Тебя волновали лишь наряды и поклонники! Теперь можешь наслаждаться ими вдоволь! Сжальтесь! Прошу вас, не забирайте мою девочку! Умоляю! Умоляю! Госпожа, успокойтесь! Непозволительно так себя вести! Ваш сын, Норман Джон, умер в младенчестве! Правда, что это случилось по вашей вине? Ваша лошадь ждет вас! Вам лучше удалится! Она не моя! Вы ее украли? Нет, месье! Лошадь никто не крал! Госпоже ее одолжил месье Молье, у которого я работаю! Будьте любезны! Предъявите документы! Меня зовут Габриэль Острюк! Я даю уроки верховой езды в школе месье Молье! Срочно в вечерний номер! Возмутительно! Если то, что они пишут, правда, это чудовищно! Добрый вечер! Мадам! Месье! Надо поговорить! Ноги твоей больше не будет в нашем доме! Даю тебе на сборы! Полчаса! Но меня оболгали! Мой муж все подстроил! Как я сказала, у тебя полчаса! Ну, куда мне идти? Мне некуда идти! Заплатите ей жалование, мой дорогой! Если к девяти часам ты все еще будешь здесь, я вызову полицию! Умоляю вас, господин Паттерсон! Не выгоняйте меня на улицу! Боюсь, тут я не в силах! Пойдемте! В этом месяце вы проработали около двух недель! Двенадцать дней! Извольте ваши жалования! Я тоже готов воспользоваться вашими услугами! У меня есть скромная квартирка неподалеку от порта! Исключительно для деловых свиданий! Но ей нужна женская рука! Вы не пожалеете, милочка? Я очень щедр! Мерзавец! Дрянь! Подайте! Прошу вас! Какая дамочка? Сбежать вздумала? А давай деньги! Живо! Отпустите! Может, тогда и отпустим! У меня нет денег! Какая жалость! Тогда давай развлечемся! Да, приласкай нас! И мы тебя приласкаем оба! Уверен, ты разберешься, как залезть ко мне в штаны! Эй, подонки! Останьте ее в покое! Попадетесь мне еще раз! Убью! Убью! Все хорошо! Присядьте! Прошу, садитесь! Вы целы? Спасибо вам! Меня зовут Сайрус! Что вы здесь делаете? Я шла к мадам Полину! Хотите у нее работать? Конечно, нет! Я хотела увидеться с подругой! Ясно! Тогда позвольте, я вас провожу! Идемте! Потихоньку! Осторожно! Вверху, я не готов! Я не думала, что вы просыпались, 76, 5 см. Взросла в полное время! Убью! Окей-класс! О, ты наконец решилась принять мое предложение? Нет, нет. Я осталась без гроба, вот и пришла. К пати. Ясно. Жаль тебя и твою дочку. Бывший муженек у тебя коварный выродок. Как и все мужчины. Бывший. Комната пати наверху. Как будто она вам что-то сказала, а вы ответили. Так и есть. Этот жест — элемент древнего танца. Видела, как дожила с мужем на острове Суматра. Ни-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Котянская. Давай, давай. Ой, 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 поцелуй меня. Нет, в губы не целуй. Спасибо, спасибо вам огромное. Был рад помочь. О, подождите, я сейчас. Что бы, не стоит, не нужно. Доброй ночи. Эй, Сайрус, спасибо вам за все. Вы мой герой. Маргарет? Пати! Здравствуй. Какая ты красивая. Знакомься, это Сурая. Привет. Я Маргарет. Здравствуйте. Я могу у вас переночевать? Разумеется. Нам работать всю ночь, так что выбирай себе любую кровать. Большое спасибо. Мне очень понравилось. Как вы танцуете, Серимпи? Мне приятно. А сами танцуете? Конечно. Когда я была совсем маленькой, меня воспитывала гувернантка. Она и обучила меня своим танцам. Коренная и иванка. Я так ее любила. И мечтала, что однажды я научу танцевать, но он забрал ее. Тогда до завтра. Я приду утром. Конечно. Люблю тебя, малыш. И я тебя, мамочка. Пока. Ну, мой муж обманул меня и отнял у меня номер. Месье, чем могу вам помочь? Я пришел забрать свою дочь. Патти рассказывала мне, что работала прислугой в вашем доме на Суматре. И вы оплатили ей билет на корабль, чтобы она сбежала сюда от своего мужа. Верно. Теперь и мне пришлось. Бежать. Да. Не просто с ними. Мужчины ведут себя, как похотливые животные. Но здесь с нами обращаются получше. Мы сами выбираем клиентов. А стоим дороже, чем обычные проститутки. О, да. Я танцую голой и сплю с клиентами. И что? В эти моменты я ощущаю власть над ними. Но сама я не могу никого полюбить. А то меня накажет Бог. Для нее любовь запретна. Если полюблю кого-то, придется покинуть это место. И тогда я снова стану нищей и вечно голодной. А я не хочу. Мне здесь нравится. А давай ты посмотришь, как мы танцуем. К пати как раз пришел клиент. А мы занялись в голове после встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может, наймете Маргарет Зелли? Думаешь? Хотел слышать меня, она обращаться умеет. Я не против. Я смогу ее убедить, и она примет любые ваши условия. Да ты, друг мой, похоже, в нее влюбился. Ну, быть может. Вы меня раскусили. Только француз смог сказать «Быть может», отвечая на подобный вопрос. Спасибо. 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 Опять. Потом ещё, знаешь, и в желудке. Маргарет. Нет, по имени не стоит. Здравствуйте, мадам. Мадам? Добрый вечер, мадам. То есть, доброе утро. А опять не то. Да что ж такое? Соберись. Я тут оказался неподалёку и случайно проходил мимо и подумал… А-а-а. Итак, не соблаговодители составить мне. Позвольте пригласить вас пообедать. О, Господи, как я жалок. Вперёд. Здравствуйте. С вашего позволения, я хотел бы увидеться с Маргарет Зелли. Она здесь больше не работает. Что, простите? Но как? Её уволили. Понятно. А-а-а. Давай поставим вот сюда. Мне кажется, здесь она будет лучше смотреться. А-а-а. 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 Здравствуйте, мадам. Здравствуйте. Хочу дать объявление. Пройдите вам к тому окошку. Благодарю. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотела разместить объявление о поиске работы. Работой? В качестве гувернантки? Да. Думаю, вы лишь напрасно потратите деньги. Ну, вы не вправе меня отказать. Как вам будет угодно. Я лишь хотел уберечь вас от лишних трав. С вас полтора флорина, пожалуйста. Благодарю. Вы же репортер. Вы были в суде. Как вы посмели так гнусно оболгать меня? Нет-нет, мадам, я не соврал. Я лишь приукрасил правду. Но я готов заплатить вам за интервью. Только не скупитесь на подробности попекантнее. Попекантнее? Попекантнее? Гадкие стервятники! Спасибо! Здравствуйте, Святой Отец. Исповедуйте меня. Мне вновь и вновь снится, как я вонзаю острый нож в своего мужа. Я просыпаюсь, дрожу от ужаса и никак не могу уснуть. Лежу и представляю, как именно убила бы его. И эта злоба в душе пугает меня. Мужчины вызывают во мне странные чувства. И я хочу заставить их страдать. И водить ими, как марионетками. Злоба в сердце, как гниль, что погубит тебя. Лишь любовью вымощена дорога в царстве Господне. Полюбви ли ты вышла за мужчину, которому испытываешь столь ярую ненависть? Нет, Святой Отец. Но я пыталась его полюбить. Я чувствую себя одинокой. Обманутой. А униженной. Я перестаю верить в Бога. Что же мне делать, Святой Отец? Прошу, помогите. Умоляю. Молись неустанно, дитя мое. И тогда встанешь вновь на путь истинный. И Господь направит тебя к ясницею Своею. Называют шлюхой? Ну и что? Шли их к черту. Обыграй их. Заработай столько денег, чтобы они все заткнулись. И твой ублюдок муженек в первую очередь. Ну как же мне заработать? Меня не желают нанимать. А я найму. Пати сказала, что ты танцуешь. Будешь работать с ними. Я танцую с пяти лет. Она никогда не сможет так же. Не согласна. Но ей нельзя спать с мужчинами. Если она станет проституткой, то дочи ей никогда не вернут. А иначе нельзя? Нет. У Пати и Сураи есть клиенты. Их надо обслуживать. И нам платят больше, чем обычным проституткам. Я не могу пойти на такое. Понимаете? Пати права. Если суд узнает, что я продаюсь. Пати следует поменьше говорить. И не забывать своих благодетелей. Я все помню, мадам. Но Маргарет не сможет таким заниматься. Если бы у меня хватило денег отсудить и забрать дочь, я уехала бы отсюда навсегда. Куда подальше. Здравствуй, Полин. Доброе утро. Можно мне что-нибудь выпить? Сейчас налью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вам помогу. Что, простите? Ну как? Аквитания отплывает завтра утром в Брест. Это во Франции. Я знаком с человеком, арендовавшим судно. Он мой хороший друг. Уверен, он не откажется помочь даме с ребенком. Вы так добры, Сайрус. На него можно положиться? Он надежен? Конечно. Не бойтесь, госпожа Зелли. Все наладится. Мне очень жаль, что у тебя ничего не вышло с этой дамочкой. Ну пойми, корабль отплывает уже завтра в полвосьмого утра. Знаю. Только не пойму, за что ее выгнали. Прочти. Что в газете пишут? Маргарет Зелли окончательно замарала свое имя? Она пила, курила опиум и, будучи женой голландского офицера и матерью его детей, принимала у себя любовников. На ее совести смерть младшего ребенка. Она заразилась от любовника болезнью, уже будучи беременной. И ее супруг не в силах более вынести такое горе. Какая чушь? Я не верю ни единому слову. Ты ее совсем не знаешь. Так почему же тогда не верить написанному? Я понимаю, что вы оберегаете меня и хотите, чтобы я прекратил думать о ней ведь тогда… Да, да ты прав. Хочу, чтоб ты думал только о работе. Добрый день, месье Малерьев. Здравствуй. Корабль полностью готов к погрузке. Можем начинать? Габриэль, иди с Сайрусом. Я подойду позже. Проследи за тем, чтобы этот был хорошо закреплен. Сам знаешь, будет предстоивнее войске. Мы несколько месяцев готовы. Когда я добежал до здания суда, ее уже окружили репортера. А завтра мы отплываем, и я никогда ее не увижу. Смотрю, она произвела на тебя впечатление. Она на всех произвела впечатление. Прочти. Погоди-ка. Да это же Маргарет. Я же тебе о ней рассказывал. Ее нужно провести на корабле. Ты не шутишь? Ни капли. Это точно, Маргарет, подруга Пати. Ну, тогда где же она? Утром она вместе с дочкой будет стоять у причала. И поднимется на борт твоего корабля. За это и выпьем. Да, за это. Тихо! Разбудишь девочку. Я убью тебя. И закон будет на моей стороне. Делай, что я скажу, если хочешь жить. Маляй, нет. Нет! Ах, ты тварь! Убью! Папочка! Умоляю! Не убивай меня, Маргарет! Пощади! Пощади! Бегите! Она лишилась нас сутка! Вы ранены? Она пыталась убить меня! Ты бросила свое дитя! И хочешь убить ее отца? Ты чудовище! Это не так. Я прекрасно понимаю. Рудольф мне все про тебя рассказал. Теперь все знают про тебя правду. Ты видишь, как ты испугалась свою дочь? Убирайся! Уложи девочку спать. Иди в мою комнату. Но он… Который час? Думаю, тебе надо успокоиться. Я лишь спросил, который час. Не бойся, она придет. Нет, правда. Который час? Пять минут восьмого. Все нормально. Еще почти полчаса. Что-то случилось? Она придет. Дай мне адрес той таверны. Осталось всего двадцать минут. Ей уже пора быть здесь. Что-то не так. Эй, парни! Чего стоим? Месье Молье, нельзя ли задержать отплытие? Мы приведем Маргарет Зелли. Отпустите? Капитан. Отходим через двадцать пять минут. Хорошо. Но чтоб через полчаса, как штык. Разумеется. Спасибо. Идем. Где Маргарет? А где твои манеры, Сайрус? Прости меня. Доброе утро. Так где она? Уплывает на Аквитании с тобой. Так ее здесь нет? Похоже на то. Она сказала, что собирается в путешествие. Она разве не с вами? Не с нами. Но куда же она тогда пошла? Она надела шерстяное платье и пальто. Я спросила, неужто во Франции так холодно? А она лишь улыбнулась. Пальто? Шерстяное платье? Угу. Тяжелая одежда быстрее утащит ее на дно. Я боюсь, Маргарет решила утопиться. Но где? Она спрашивала, с какого пирса открывается самый красивый вид. Мол, хочет попрощаться с городом перед отплытием. И что-то ответила. Вирс, кофе? Бежим, медлить нельзя. Давай. Скорей. Субтитры создавал DimaTorzok Сюда? Да, да. Вперед. Маргарет! Где же она? Где? Вытаскивай её! Быстрее! Вытаскивай! Маргарет! Маргарет! Пожалуйста! Давай! Усади, усади! Ей трудно дышать! Дыши, дыши! Все хорошо! Все хорошо! Надо отвести её в тепло! Маргарет! Я боялся, что потерял вас! Поедемте со мною в Париж! Живите у меня сколько вам будет угодно! Мы обязательно будем бороться за вашу дочь! Я буду рядом и поддержу каждый ваш шаг! И помогу начать новую жизнь! Париж! КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Сына. Не могу же я сказать, что она чужестранка, которая даже не спит с тобой. Я не ищу такой любви, мама. Тебе нужна женщина, чтобы ты, наконец, стал мужчиной. Сына. Ну и где же ваша тетушка, мадемуазель Беата? Не хотелось бы опоздать. Я буду этому только рада. Да чего же глупая затея отправиться смотреть на эту казнь? Да еще так рано утром. Тетя? Лидия, вы великолепны. Теперь мне на это требуется гораздо больше времени, в отличие от племянницы. Лошади готовы. Тогда в путь. Сейчас, потерпи. Идем. Привет, Люка. Доброе утро, мадемуазель. Вы рано. Люблю приходить на конюшню пораньше. Пока тихо, да и людей мало. Лови. Можно съесть? Конечно. Привет. А ты отлично ладишь с лошадьми. Я весь день с ними провожу. Поэтому понимаю их. А в седле тоже хорошо держишься? Я не выезжал за ворота. Так давай попробуем. А разве можно? Почему нет? Что с вами, мадемуазель? Ничего. Как можно заслужить столь страшную смерть? Это совсем не увлекательно. О, Господи, умоляю мне! Жизнь ничего не стоит. Огонь! Не оставляйте меня. Мадемуазель. Мадемуазель. Мадам, очнитесь. Вы меня слышите? Вы слышите меня? О, Боже. Мадам, вы целы? Смотрите на меня. О, Боже. Держитесь, держитесь у меня. Вставайте. Вот так. Мадемуазель, я бегу! Я сейчас! О, Милочка. Вижу, твою одежду уже привели в порядок. Да, мадам. Благодарю. По дороге сюда Маргарет поведала мне печальную историю о своей жизни. Прошу, присаживайся, дорогая. Как болит голова. Беата! Так чем ты занимаешься? Я обучаю дам верховой езде. В школе месье Малье. Месье Малье? И давно ли ты работаешь на него? Где-то около года. Мне кажется, я смогу тебе помочь, дорогая. Вы для меня уже достаточно сделали, мадам. Сочувствие – редкий дар в наши дни, а вы меня выслушали. Я могу подарить тебе нечто более стоящее. Беата, будь добра, принеси мою шкатулку. У меня есть идея. Сядь ближе, дорогая. Смелее. Ты переедешь ко мне на полный пансион. Я предлагаю тебе работу. Будешь моим личным учителем верховой езды. Что скажешь? Это так неожиданно. Можно подумать? Дорогая, здесь не о чем думать. Перевезем твои вещи завтра же. Маленький подарок. В знак благодарности за то, что спасла меня. Ну, а здесь целое состояние. Я не могу этого принять. Пустяки. Мой шофер отвезет тебя, куда тебе будет угодно. Да. Мать-мазель, прошу вас. Сама наивность. Занятно. Вы были на высоте. Даже я почти поверил в вашу искреннюю благодарность. Чего вы от нее хотите? Она мне приглянулась. Ну, не волнуйся. Тебя я не выгоню. А заодно поможем нашему дорогому Максимилиану растоптать его конкурента, месье Молье. У вас созрел план? Пока что нет. Но она у нас на крючке. Рулевое колесо задает направление движения. Вот мы и приехали. Видите, как быстро? Надо же. Мадемуазель. Я никогда не ездила в автомобиле. Я правильно сказала? Сказали просто безукоризненно. Мне очень понравилось. Я рад, что угодил вам. Что ж, всего вам хорошего и до скорой встречи. Марго. Добрый день. Доброе утро. И вам, мадемуазель. Спасибо, что выручил, Габриэль. Не за что. Что ж, как чувствует себя Спасян? Несколько ушибов. Так что, все обошлось. А, месье Малье, Маргарет вернулась. Вижу. Мы беспокоились. И мне не по душе, что вы пропали, не сказав ни слова. Простите, месье Малье. Я лишь хотела обучить езде вашего конюха. А потом лошадь этой дамы понесла. А я не смогла. Знаю, знаю. Люка мне все рассказал. А приехали вы на автомобиле? И кто та дама, которую вы спасли? Ее имя? Вот. Мадам Кириевская. Она ничего вам не обещала? Возможно, приглашала погостить у нее? Да. Вы честная женщина, Маргарет. И мне всегда нравилась в вас эта черта. Я... Простите, я не понимаю. К чему вы клоните? Слишком долго объяснять. Одним словом, вам придется выбрать. Или вы предпочтете дружбу с мадам Кириевской, или работаете у меня. Либо одно, либо другое. Ну, почему? Я имею дело с достопочтенными людьми, чьи дочери обучаются в моей школе. А мадам Кириевская не вхожа ни в один приличный дом. Ну, она очень богата. И это единственное, что спасает ее от тюрьмы. Клянусь честью, Маргарет, я не лгу. Мне нужно обдумать ваши слова. Что ж, поступайте, как знаете. Но она погубит вашу репутацию. И нашу дружбу. Сожалею. Очаровательная кукла. Ваша дочь будет в восторге. Я не приложила записку для Нон. Месье Маклеот не позволяет мне писать дочери. Я заметил. И восхищен вашей прямотой, мадам. Я вам помогу. И с радостью нарушу его бесчеловечный запрет. Благодарю. Вот все необходимое. Прошу вас. Я ненадолго отлучусь. Не смею вам мешать. Добрейший души человек. Да. Он согласится нанять меня адвоката в Мастердаме. Средства у меня есть. А. Так значит, ты все же решила принять деньги от Киреевской? Они мне нужны. Очень. Я понимаю. Но ты выступишь на балу. Правда же? На праздники в честь открытия конюшен. Разумеется. Я попрошу месье Малье одолжить тебе две тысячи франков в счет твоего жалования. И моего тоже, разумеется. Он согласится? Он в курсе твоих дел. И будет рад помочь тебе отказаться от грязных денег. Да, надо бы помыть его. Он сильно запылился. Месье Юбер! Я отполирую за таблиц. Конечно. Мадемуазель. Здравствуйте. Пожалуйста, вручите графене лично. Разумеется. Что ей сообщить? Ничего. Ни слова. Нет. Мне нечего ей сказать. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Вовсе нет. Я не ищу славы. Вы добились многого, и вправе давать мне советы. Отчего добилась я? Ничего. Я не просто хочу большего. Я без этого пропаду. А иначе как мне вернуть дочь? Обучая верховой езде? А я… А вас обожала публика. И вы неплохо зарабатывали. Ну что ж, за это я выпью. О, держи. Выпей за мое прошлое, а я выпью за твое будущее. За нас. Мадемуазель, месье Острюк, добро пожаловать. Добрый вечер. Вы припозднились. Месье Молье справлялся о вас. Приношу извинения. Мы выбирали платье для Маргарет. Но результат того стоит. Да, я слышал, что мадемуазель Маргарет заменит сегодня танцовщицу. Та прихворала. Месье Молье очень ждет вашего выступления. Он сказал, сегодня знаменательный день, так насладимся же им от души. А, кстати, где он? У меня к нему важный разговор. Ну, он сейчас беседует с гостями. А на меня возложена честь всех встретить и сопроводить сюда. Так что, с вашего позволения, я… Прозвонюсь. Большое спасибо, Люка. Похоже, нас ждет восхитительный вечер. Надеюсь. Так здесь собрались сливки общества? Конечно. Влиятельные богачи и роковые красавицы. Лучшие представители высшего света. Роковые? Но на злой рок не коснется. Конечно, нет. И тебя уж точно. Вот увидишь. Слушай, я поговорил с Молье. Он пообещал до конца сезона одолжить тебе нужную сумму. О, Боже, Габриэль. Это чудесные новости. Ясно. Как мне отблагодарить тебя? Меня-то за что? Это Молье одолжит тебе денег, а не я. Молье одолжит тебя. Маргарет, прошу, не надо. Мною движут глубокие чувства к тебе. Однажды ты поймешь это, и тогда, возможно, я смогу надеяться на взаимность. Ты милый, мой скромный принц. Иди скорей, потанцуй со мной. Добрый вечер, мадам. Месье. Добрый вечер, мадам. Месье. Добрый вечер. Максимилиан Ридден. Месье Молье ожидает нас. Добро пожаловать. Все гости у главного входа. Вы проводите нас? С радостью. А, не вы ли были с Маргарет в тот день, когда я чуть была не погибла? Да, это я, мадам. Так вы позволите? Приветствую, спасительница. Мадам, что вы здесь делаете? Моего друга Максимилиана пригласили на праздник. Ты ведь его помнишь? Верно? Что такое? Ты боишься меня? Ну что ты, право не стоит. Я лишь хотела отблагодарить тебя. Мне ничего от вас не нужно. Прошу извинить. Разумеется. Удачи. И помни, я тебе не враг. Почему вы ее не выключили? Разве это не вредит автомобилю? Если двигатель остынет, его сложно будет потом завести. Знаете, мой друг, я бы не прощ немного выпить. Нельзя ли мне попасть на бал? Э-э, да, конечно. Да можно. А можно мне потом посидеть в автомобиле? Конечно. Автомобиль полностью в вашем распоряжении. Прошу, за мной. А теперь, мадам и месье, насладимся изысканным народным яванским танцем, который Маргарет Зелли любезно согласилась исполнить для нас по случаю праздника. Маргарет Зелли любезно. Маргарет Зелли любезно. Маргарет Зелли любезно. Отнеси на конюшню, смешай реагенты. Дождись реакции. И уноси оттуда ноги. Понял? Пошел. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я знаю, чего потребую, когда она прибежит ко мне Иногда вы пугаете меня Люблю уменьшать Это зрелище я обожаю Браво! Браво! Браво, Маргарет! Как она посмела сюда явиться? Ей здесь не место Сколько страсти! Браво! Восхититель! Браво! Мадам Кириевская Чем обязаны? Эта дама со мной Я Максимилиан Рида Приношу свои извинения, месье Ридах Но вы находитесь в моих частных владениях И я вынужден просить даму удалиться Как вы смеете? О, не утруждайся, Максимилиан Мы уходим Благодарим вас за гостеприимство Прощайте Всего наилучшего Эй, кто там? О, вы вернулись Кажется, там кто-то есть Думаю, вам показалось Послушайте Вот, снова, слышите? Убей его Что? Оттащи его в конюшню Максимилиан Помоги Давай скорей Только Ваше 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы замечательно танцуете Просто восхитительно Ты бы видела, как они на тебя смотрели Глаз отвести не могли Пожар! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иди сюда, хорошая, иди Тихо, тихо, тихо Бери ее! Бери ее! Быстрее! Давай! Одна забыла, одна! За меня бориться! Я сам! Нет, приди, мои не ходите туда! Криво, два! Криво, два! Все удары! Изберите во мне! Там здесь шанс тут! Давай! Давай, давай! Давай, маякалу! Нет! 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 Не вон кет! Пошли, а? Давай, улезай. Врача! Врача скорее! Пойдем, смоем кислоту водой. Сейчас все пройдет. Ну, а мальчишку-то зачем? Садись в автомобиль. Нам пора. Сядь в автомобиль, Максимилиан. Габриэль. Как месье Молье? Что сказала врач? Он так и не пришел в сознание. По-моему. По-моему. По... Ну... Буга? По-моему? Поехали. В постели ты не так безнадёжен, как в делах. Обожаете меня унижать, не так ли? Иначе бы ты имел слишком большую власть надо мной. Я не жажду власти. Я исполняю вашу волю. Все делают то, что я хочу. Кроме этой твари. Она держала большие деньги в руках. Я предложила ей свою дружбу. Мы сожгли конёшни до отла. Скоро она приползёт к вам на коленях. К тебе кто-то пришёл. Даю две минуты. И не больше. Поспеши. Вы? Что вам нужно? Мадам Киреевская просила справиться у вас. И приглашает погостить. Сейчас не могу. Если я уйду, меня выгонят с работы. Разумеется. Работа в прачечной – должно быть очень тяжёлый труд. Руки стёрты до крови, глаза разъедает хлорка. Очень жаль. И оглянуться не успеете, как вы станете старухой. Надо как-то зарабатывать. Что ж, это плохо. У мадам Киреевской для вас есть очень заманчивое предложение. Мне ничего не нужно. Рано или поздно всё равно придёшь. Рано или поздно всё равно придёшь. Вот. Выпей. Кофе мы весь допили. Я заварил цикорий. Ничем не хуже. О! Твоя сумочка уцелела в пожаре. Пересчитай, вроде всё на месте. Работы я пока не нашёл, но занял небольшую сумму. Денег мало, но хватит на еду и гонорары адвокатам на неделю. Я понимаю, ты решила экономить, но есть нужно хотя бы иногда. Ты ведь не хочешь упасть в голодный обморок при встрече с дочерью? Я не могу так больше жить. Сиди у тебя на шее. И голодать я тоже не желаю. Маргарет, что ты задумала? Я вынуждена согласиться. Пойду оденусь. Прошу вас, мадемуазель. Графиня ждёт вас. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Мадам, добрый день. Маргарет, я так рада нашей встрече. Одну секунду. О, господи, бедняжка. Ты такая бледная. Велюсь сейчас же подать чай с конфетами. Вы слишком добры ко мне, мадам. Я должна извиниться. Беата, права же не стоит. Какой только чепухи обо мне не рассказывают. Это всё зависть, не более. Проходи же, милая, присаживайся. Если вам ещё угодно нанять меня учителем верховызды, я бы с радостью. Ах, да. Конечно. Но это было до того, как мне посчастливилось увидеть твой танец. Ты просто великолепна. Так красиво, изысканно. В тебе столько страсти и эмоций. Уверяю, мои друзья заплатят немало денег за счастье любоваться тобой. Простите, я не совсем понимаю. Что же? Вы предлагаете мне выступать? Да. Не отказывай вновь. Я должна всё обдумать. Маргарет, тебе нужно думать о дочери. Тебе ведь необходимы деньги, чтобы вернуть её, не так ли? А ты сможешь репетировать прямо здесь? Все детали обсудим завтра, а сейчас… Беата, прошу. Тебе просто необходимо немедленно отправиться в синематограф и посмотреть, как танцует Асидора Дункан. Спасибо, милая. Вот это деньги на билет. Не, я не знаю, что ей сказать. Когда прославишься на весь свет, то отблагодаришь меня. А теперь прошу извинить. К сожалению, дела не ждут. А, ну разумеется, конечно. Спасибо. Конечно. Я вам так благодарна. До свидания. До встречи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я ни капли не сомневаюсь. Беата, будь любезна, скажи Маргаре, что её выход через пять минут. А мы пока что выпьем шампанского и начнём наше представление. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Восхитительно! Браво! Роскошно! Вы согласны, месье Блашар? У меня дыхание перехватило. Вы чудо, милочка. Настоящая жемчужина. Да. Камила, прошу, подойдите. Прелестно. Просто прелестно. Я не могла отвести глаз. А эта музыка — волшебство. Ваше мнение очень важно для Маргареты и для меня. Если понравилось вам, понравятся и публике. Вас ждёт успех. Согласна. Месье Блашар абсолютно прав. Вас ждёт всемирная слава. Благодарю. Замечательный танец. Спасибо. Браво! Браво! Спасибо. Браво! Я вам так благодарна. Спасибо. И как? Всё прошло? Великолепно. Я рад. Она так заботится обо мне. Ты не задумывалась, почему? А почему ты мне помогаешь? Я твой друг. И мне не нужна причина. Она тоже мой друг. Будь любезен. Позови сюда Беату. Да. Схожу за ней. Так значит, вы абсолютно уверены, что её ждёт провал? Бесспорно. Более нелепого зрелища я в жизни не видел. Что ж, я рада. Дурочка попалась в мою ловушку. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в полной растерянности. В голову приходит мысль о победе. Ну, куда? Я задолжала ей три тысячи франков. Меня ждет тюрьма. И позор на всю жизнь. Ее лицемерие не знает границ. Эта женщина опасна. Пойми, ей движет жажда мести. Ну, за что? Мне кажется, это не имеет значения. Сейчас нам гораздо важнее понять, как поступить дальше. Я не знаю. У Лидии есть и влияние, и деньги. Мы отыщем решение. Да, разумеется. Будем уповать на Бога. И ждать от него знак. Ты об этом? Пойдем посмотрим. Я видел этот номер. Его придумала цирковая династия Гартангов из России. Даже по меркам цирка это очень опасные трюки. Нравится? Смотри. Простите. Сайрус! Маргарет, рад тебя видеть. А я-то как рада. Мы искали тебя по всему Париже. Друг мой, Габриэль. Как поживаешь, Сайрус. Сам-то как. Замечательно, спасибо. Так ты теперь акробат? Неожиданно. Погоди. Ты сказал, мы искали тебя. Мы. Ты не один приехал? Сейчас увидишь. Пати. 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 Как же я скучала. Ты просто красавица. Так вы теперь вместе? Да, верно. Надеюсь, что на всю жизнь. А вы разве нет? Нет. Знаете, я думаю… Вы просто друзья. Друзья. Лучшие друзья. Конечно. Безусловно. Так, ладно. Предлагают праздновать. Да. Да. Давайте. Конечно. И вот этот осел-португалец забирается на сцену и начинает распускать руки. Я тут же подскочил, развернул его рывком и бах! Дал ему пороже, и он рухнул как подкошенный. Этот осел оказался крупным судовладельцем. Да, и нам пришлось быстро уносить ноги. Еще Сайрус поколотил двух адвокатов-португальца и полицейского. Я не устояла перед таким смельчаком. Все ясно. Ну, а как вы оказались в цирке? Это долгая история. Мы с Виктором знакомы очень давно. Встретились на корабле, который шел из Глазго в Нью-Йорк. Виктор и его семья развлекали пассажиров опасными трюками. Путь был не близкий, и людям нравилось смотреть, как циркачи играют со смертью. Да, наша жизнь всегда висит на волоске. Что верно, то верно. Ладно. А вы чем занимаетесь? Я выступаю на следующей неделе, но знаю, что с треском провалюсь. Да ты что? Тогда к чему это? Отменить? Не могу. Я задолжала много денег одной даме. И эта дама весьма вероломная. Она мечтает опозорить Маргарет и всецело подчинить ее себе. А какой ты выбрала танец? Серимпи. Пати, перестань. Прости, но вам, белым, никогда не понять всю сложности римпи. Если хочешь покорить Париж, придется изучить другие танцы. Ты права. Но знаешь, я готова пойти на все, лишь бы только избежать позора. И мы тебе обязательно поможем. Точнее, Пати тебе поможет. Правда? Да. Научишь меня? Конечно. Господь послал тебя ко мне, если у нас все получится. Я этого не забуду. Чертовка с ангельским сердцем. Она настоящая. А у тебя хватит денег на то, чтобы все устроить? Нет. Нет. В карманах у нас пусто. Но я знаю одну даму, которая готова мне одолжить. Я права? Да. До встречи. Выпьем. Ваше здоровье. А налей-ка мне еще. Простите, месье, но сперва следует заплатить. Я сказал, налить мне еще. Извольте заплатить. Один стакан, а заплачу я позже. Сожалею, месье. Идем, друг мой. Нам пора домой. Идем. Зачем? Я прекрасно проводил время. Парад домой. Стой. А заплатить не хочешь? Так и быть. Я оплачу счет. Но это в последний раз. Идем. Почему в последний раз? Ты только что выкинула три тысячи на Маргарет. И бог знает на кого еще. Это не твое дело. Идем. Мы столько пережили вместе. После того, что мы сделали с Молье. После того ужасного пожара и несчастного мальчишки. Думал, я для тебя что-то значил. Очередно, я ошибся. Довольно. Друг мой, идем скорее домой. Слушаюсь и повинуюсь, моя дорогая. Увидимся, парни. До встречи в одно. Там есть еще одна. Дальше. Ты что? Ты что? Ты что? Ненавижу этот танец. А чего же? Он напоминает мне обо всех похотливых матросах, что пялились на мою девочку. Маргарет хотя бы не будет раздеваться. И танцевать будет не в борделе? Ну, это как посмотреть. Вы видели барона? Со вчерашнего дня нет. Он напился, как свинья. Пусть проспится в своей берлоге. Как там наша дурочка? Репетирует. Купила для выступления разных тканей. Наняла музыкантов. А, кстати, сколько она мне уже должна? Пять тысяч четыреста восемьдесят девять франков. Чудесно. Другая музыка. Юбек, я хочу взглянуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Этот танец может прийтись публике по вкусу. Зря я не спалила ее вместе с конюшнями. Раз уж вы заговорили об этом, мадам, барона Ридах в последнее время слишком часто упоминает этот случай. Даже при незнакомцах. Я думала, что этот идиот умеет молчать, но, похоже, ошибалась. Лишь одно ваше слово, мадам. Чуть не забыл. Тебе сегодня доставили письмо. Оно из консульства? Угу. Ты помнишь господина, который передавал мои письма, Нон? Да. Он пишет, что Рудольф отправил Жанну Луизу к своей сестре, Дюнкерк. Я могу с ней повидаться. Но на это уйдет несколько дней, а тебе надо усердно репетировать. Я знаю. Нанять извозчика до станции. Потратим деньги, мадам, нам благое дело. Оставайся в Париже. Я поеду одна. Эбби откажет мне в приеме, если я приеду с мужчиной. Как скажешь. Ты слишком много пьешь, Максимилиан. Да, это верно. И слишком много болтаешь. Не стоит обсуждать пожары в конюшнях, с кем попало. Или ты хочешь закончить жизнь на плахе? Воры! Держи вора! Тебе следует быть любезнее и добрее со мной. Если я и пойду на плаху, то мы пойдем вместе. Но мы же не хотим, чтобы это произошло. Так что, отныне ты во всем будешь щедра и безотказна к любым моим нуждам. Ты смеешь меня шантажировать? Никуда не денешься. Ты и я, теперь на веки повязаны. Ты слышала? Тихо-тихо. Какого в черт? Без глупостей. ВСХЛИПЫВАЕТ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И успокойся Думается мне, туда ему и дорога Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, будет сделано Спасибо, дорогой А мы не станем тебе мешать Идем со мной, мальчик Смелее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идем же Идем же Субтитры сделал DimaTorzok Мать Нон Что вам угодно Я ехала из Парижа всю ночь И проделала этот путь, чтобы увидеть дочку Прошу вас Дайте мне ее обнять И я уйду, обещаю Даю вам слово Спасибо Вы позволите войти Благодарим вас Субтитры сделал DimaTorzok Мамочка Мамочка Я так скучала Милая моя Мне без тебя так плохо Но он собирайся Нам пора в церковь Позвольте мне пойти с вами Для таких как вы Нет места в Божьем доме Настало время Утренней молитвы От сна восставь прибегаю к тебе, Владыка Божий, Спаситель мой Благодарю тебя за то, что ты привел меня увидеть сияние этого дня Благослови меня и помоги мне во всякое время и во всяком моем день Под твою защиту прибегаю, Святая Богородица, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель души моей, будь со мной сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Мне нужны деньги. Я должен уйти. Почему? В этом нет нужды. Останься. Ты мне нравишься. Такой красавчик. А я просто очень-очень богата. Меня убьют, если я останусь в Париже. Кто же? У меня есть связи. Нужные связи. Я тебе помогу. Ну же? Расскажи мне, что приключилось? Мы с Калла должны были украсть золотую статуэтку из дома одного старика. Но у нас ничего не получилось. Старик пристрелил Калла. Я... Я сбежал. Ну... Вот и все. Присядь. Итак, золотая статуэтка была в огромном особняке, верно? Ага. Да. И кто хозяин? Его зовут Эмиль Гиме? Это вполне возможно. Но я смог запомнить лишь его дом. Это сам дьявол прислал тебя ко мне. Пресвятая дьявола. О! Еще и верующий. Какая прелесть. Нон, мы опаздываем. Не стоило вас впускать. Мамочка, забери меня к себе. Пожалуйста. Солнышко, ты должна понять. Я не могу по закону видеться с тобой. И даже приезжать. Если я заберу тебя, полицейские будут сильно ругаться. и мамочку посадить в тюрьму. Понимаешь? Ну, я тебе обещаю, что однажды мы снова будем вместе. Верь мне. Потерпи чуть-чуть. Я люблю тебя. Поторопись. Одевайся. Сейчас же. А вам пора уходить. Все. Верixе. КОНЕЦ КОНЕЦ Значит, кто-то поплатился жизнью за эту статуэтку? Я пристрелил негодяя, но второму воришке повезло. Прошу. Она и правда из золота? Да, из чистейшего. Я выкупил ее у камбоджийских пиратов и заплатил немалую цену. Вы обдумали мое предложение? Открытие музея восточных искусств. Да. Восточным танцем. Да. И ивановским танцем. Угу. Смею вас заверить, танец станет сенсацией. И к тому же мы поможем прекрасной женщине осуществить мечту. Да, помню. Она пытается вернуть свою дочь. Если бы вы только слышали, как она рассказывает о своей девочке. Каждый раз я не могу сдержать слез. Полагаю, вы соберете гостей? Только близких друзей. Надеюсь, ваши знакомые не откажут в поддержке мадам Маклеот. Бесспорно. Выбирайте место для танца. Мне кажется, здесь было бы прекрасно. Ахаха. Превосходно. Добрый день, месье Камиль. Присаживайся. Рассказывай. У меня плохие вести. Старик убил Кала. Матье сбежал. А Будда? Он все еще у старика. Этот старикашка должен за все ответить. Клиент будет недоволен и уж точно не заплатит. Немедленно найди Матье, ясно? Надо с ним разобраться. Дорогая, я обещаю, что этого больше не повторится. Да, хорошо бы. Тормози! Стой! Сиди! И не дергайся! Кто вы? Что вам нужно? Это он? Да, мадам. Ихбер, сделай же что-нибудь. Они пришли не за вами. Им нужен мальчишка. Добрый вечер, мадам. Простите за беспокойство. Давай, выходи, Матье. Постойте, любезный. Вам нужна статуэтка Будды? Не можешь держать язык за зубами, поганый выродок. Постойте, это лишнее. Разумеется, вы можете убить его. Ваше право. Но так сокровища вы не получите. А вот если послушаете меня, Матье добудет вам статуэтку. Мадам, вы играете с огнем. А, и получают этого огромное удовольствие. Риск, моя вторая страсть. После мужчин. Мальчик столь чудесен. И я пока еще не наигралась с ним. Он всегда пользовался успехом у дам. Так, что же вы предлагаете? Ну, завтра вечером будет церемония открытия музея Гиме. Там будет танцевать женщина, с которой я хочу поквитаться. Матье сопроводит меня. Во время танца он украдет золотую статуэтку и отдаст ее вам лично в руки. Интригующе. Но вас могут арестовать как сообщницу. Да, но Матье украдет еще кое-что. И мы подкинем краденные вещи в сумку той девушки. Ее обвинят в воровстве. А я, в свою очередь, буду очень огорчена и разочарована. А вы куда опаснее меня, мадам. Да. Сочту это за комплимент. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Но мой человек пойдет с вами, чтобы приглядеть за нашим красавчиком. Пойдешь с ним. Прошу, добро пожаловать. Чувствую себя идиотом. Зачем мы согласились? Потому что Патя просила. Что случилось? Ты видел этого парня? Да. Его зовут Матье. Кто он? Прозвище Нож. Он вор и убийца. Я встретил его как-то в Марселе. Мне кажется, я видел его на днях в доме Кириевской. Может, он просто жигала? Прошу вас. Я очень надеюсь. Проверь-ка их машину. Ладно. Спасибо. Не за что. Прошу вас. Уже пора гримироваться. Что такое, Маргарет? Мне страшно. Боюсь провалиться. Главное, помни, какой у танца финал. Скажи, каково это обнажиться перед зрителями? Будто вновь теряешь невинность. Сначала скована болью, но через мгновение чувствуешь силу и власть. Как ты думаешь, у меня красивое тело? Да и божественно. Спасибо. Мэтт, подъебите. Уверена, вам понравится. Уверена, вам понравится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 У меня мадам Киреевская, вы арестованы. Мисс Сигеме, я не знаю, как так вышло, но я нашла этот кулон у себя в кармане. Понятия не имею, как он там оказался. Эти негодяи хотели все свалить на вас. Пусть это будет подарком. Господа, эта очаровательная дама покорила нас своей грациозностью и смелостью. Лишь благодаря ее красоте эта ночь обернулась успехом. И если бы не это гнусное преступление, я бы сказал, что я счастлив. Как ее зовут? Прошу, не говорите. Ради моей дочери. Ее зовут Мата Хари. Запомните это имя. Мата Хари. Что значит «Око утренней зари». «Око утренней зари» «Око утренней зари». Ради моей дамы. Ради моей дамы. Утренней зари» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok